Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я собралась приготовить щи на зиму. И, как всегда, хочу поделиться с вами. Почему я готовлю эти щи? Кто давно с нами на канале, знают, что я уезжаю часто к дочери, и муж тут у меня один готовит. Я стараюсь ему какие-то заготовки оставить. И вот первые блюда не оставишь, поэтому я ему заготавливаю в банке рассольник на зиму, какую-то солянку на зиму, даже для борщей все приготовлю, лишь бы ему было комфортно. И вот если вторые блюда можно приготовить и заморозить, то первые блюда не заморозишь. И поэтому я стараюсь ему разнообразить его стол. Этот рецепт, как всегда, у меня в поваренной книжке моей старенькой. И я вам продиктую ингредиенты. Потому как в прошлый раз я ингредиенты не продиктовала, а прописала. И мне уже высказали, что почему-то не продиктовала. Будем подстраиваться под всех. У меня килограмм капусты, 300 грамм помидор, 300 грамм моркови, 300 грамм перца, 300 грамм лука и пучок зелени. Зелень такую, какую вам именно нужно и нравится. Есть укроп, пожалуйста, укроп. Есть петрушка, петрушка. У меня здесь 1 столовая ложка с горкой сахара и 2 столовые ложки без горки соли. У меня 100 миллилитров воды, 60 миллилитров масла и мне нужен будет 9% уксус, 50 миллилитров. Но это будет в конце, я его не стала наливать. Сейчас все эти овощи нужно нашинковать, сложить в кастрюлю и быстренько это все блюдо приготовится. Тем временем баночки должны быть подготовлены и должны уже стерилизоваться в духовке. Крышечки точно так же. Морковь мы трем на терке. Морковь я потерла. Морковь ароматная, сладкая, душистая. Вот никак не сравнить ее с покупной. Перец нарезаем соломкой. Перчик порезала. Лук тоже измельчаем соломкой. Капусту шинкуем так, как вам нравится. И нам осталось измельчить зелень. Выливаем водичку, масло. Всыпаем соль, сахар. И сейчас мы это будем все ставить на плиту. Сейчас ставим и ждем закипания. После закипания варим это 20 минут. Перемешиваем щи. Смотрите, выделился сок с овощей. Ах, какие красивые, нарядные щи. И вот теперь они хорошо кипят, видите? И мы оставляем на 20 минут. Девчонки, вчера готовила сок томатный. Если кому-то интересно, можете, кстати, по ссылке перейти и посмотреть. Ой, знаете, просто вкуснятина. Я его просто обожаю. Очень вкусно. И вот за 3 минуты до готовности наливаем сюда уксус 9% 50 мл. Щи кипят. Я достаю горячую банку из духовки. И начинаю выкладывать в нее горячую крышку. И закрываю. Крышка у меня прокипела в горячей воде. И я их буду укутывать в теплую шубку. Из данного количества ингредиентов, что я вам показывала, у меня получилось 4 баночки. И вот в тарелке сколько. Теперь это все закрываю. Вот так это все будет у меня стоять до полного остывания. Всем пока. Всем желаю хороших заготовок без бомбажа. Полезных, нужных, вкусных. И увидимся в следующем видео.